Военные деятели Среднего Жуза Казахстан Баян Батыр, из племени Уак Среднего Жуза, Батыр Баян, 1714, Арал Агаш, Казахское ханство, 1772, Казахское ханство, казахский полководец, сражавшийся за политическое и территориальное единство казахского ханства в 200-летней казахско-джунгарской войне. Батыр Баян внес большой вклад в победу над джунгарскими завоевателями и посвятил всю свою жизнь на борьбу с ними. Баян Касабалатул родился в Аулиар-Алагаш в 1714 году на территории современной североказахстанской области. Отца звали Касабалат, он был ювелиром, а мать – Ажар. Она была дочерью известного Шалан Батыра и сестрой Дата, отца знаменитого предводителя антиправительственного восстания Сырыма Датова из рода Байбакты. Сам Баян выходец из рода Уак, под рода Шога. С ранних лет вместе со старшим родственником Сары Батыром Баяна участвовал в различных военных походах и в 17 лет становился командиром отряда. Спустя время вошел в число главных Батыров Абылайхана. По преданию, первая встреча Баян-Батыра и Абылайхана произошла во время сражения с калмыками. Тогда Абылайхан с небольшой группой воинов оказался в окружении врагов. Вражеское кольцо сжималось, хан вот-вот мог попасть в руки калмыков. В этот сложный момент появляется Баян-Батыр, начинает сражаться с калмыками, крушая их и создавая коридор для выхода из вражеского кольца. В итоге хану и его воинам удается выйти из окружения и одержать победу над калмыками, соединившись с остальными участниками сражения. После этого случая Абылайхан дает приказ найти Баян-Батыра, вскоре его находят и привозят к Абылайхану. Абылай высоко ценил его ум, храбрость и решительность. Об этом свидетельствует казахский ученый Чакан Валиханов. В его исследовании «Исторические предания о Батырах 18 века» было написано, когда спрашивали у Абылайхана, кого из Батыров из трех орд более уважает, то он отвечал, Баян, вместе с Малайсарем, Жанатаем, Кабаньбаем, Алжабаем и другими Батырами, принимал участие в сражениях за освобождение Калбинских земель, Тар-Богатайского края и Приртышья. Также он отличился в Акшиулинских боях по Даегу за Мишоргинской битве, которая длилась 80 дней под ножей Тар-Богатайских гор. Большинство исследователей считают датой смерти Батыра 1772 год. Место погребения Баяна до сих пор не обнаружено. По версии научного сотрудника Аренбая Ашанова, Баян Батыр похоронен в Карагандинской области, недалеко от аула Карбулакшитского района. Существует несколько версий его смерти. Официальной версией считается смерть на поле боя, хотя есть версия, что он скончался, выпив воду, которая была отравлена трупами калмыков. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик.